Привет, мальчики и девочки! Меня зовут Василий Захаров. Как всегда для канала Един ТВ мы снимаем коктейли вместе с Евграфом. Сегодня у нас все как всегда, только у нас место дислокации, если кто не заметил, поменялось. Мы сегодня снимаем в Chicago Grill & Bar в таком чудесном месте с такой необычной барной стоечкой. Сегодня мы готовим коктейль, который называется пунш-плантатора или плантаторский пунш. Самое интересное лично для меня заключается в том, почему, черт возьми, все рецептуры, которые были прописаны в начале прошлого века, они категорически не совпадают с тем, что можно прочитать в кодификации IBA, Международной ассоциации барменов. Больше того скажу, все рецептуры, которые были прописаны в этих разных источниках в конце, в начале, прошу прощения, того века, они были прописаны в стишках. Можно я зачитаю? Я подготовился просто. Я хочу, я для примера, для примера, да, хочу обозначить, как это было и что это такое. 1903 год, газета штата Миссури, называется Kansas City Star. One of sour, one of sweet, two of strong and one of weak. Значит, это четыре части, если вы не заметили, значит, у нас что тут получается? Sour, это в смысле кисленькое, sweet – сладенькое, strong – это крепенькое, и weak – это слабенькое, имеется в виду водичка. И все вот эти вот куплетики, их много там таких, вы если погуглите, реально можно найти прям целые такие в New York Times там печатали, там в 908 году и там в 918, ну, короче, вот начало прошлого века. А на самом деле, ну, типа пунш, он же панч, это с хинди переводится как пять. Пять, а здесь четыре. И пятый ингредиент – это типа специя. Значит, они, что такое было пять вот у тех людей, которые придумали это, в 17 веке это все завезли в Европу. Это был чай, вода, лимон, сахар, тупо чай, короче, с сахаром и с лимоном. И пятый компонент – это вот это у них пойло, арак. Потом, значит, завезли в Европу, они все начали делать то же самое, но добавлять свое пойло. Кто-то виски, кто-то что-то там, немцы начали потом мутить. Потом наши гусары делали такую же тему, назвали ее жонкой. Мы, кстати, тоже обязательно приготовим, тоже пунш. Короче, пунш – это такая большая разновидность, короче, коктейлей получает. И плантаторский пунш – это тоже, несмотря на то, что рецепт пунша-плантатора есть в кодификации IB, это тоже разновидность, на самом деле, по большому счету, ромовых пуншей. Но, тем не менее, все равно мне абсолютно непонятно, почему люди, которые, значит, внесли рецепт в кодификацию IB, они положили, добавили туда апельсиновый сок, ананасовый сок, немножко гринадина, чуть-чуть ангастура. Ну, как бы ром оставили, окей. Я пробовал аутентичные версии. Ребята, это жесть. Я, ну, как бы, теперь понятно, почему это все сделали. А мне кажется, просто все эти рецепты модифицировались, чтобы в рифму быть. Не-не-не, на самом деле, тогда все было проще. Тогда же не было, ну, типа, гринадинов там, апельсиновых, ананасовых соков, только свежевыжатые, никаких там пакетированных вариантов. Поэтому все древние рецепты, если мы будем заглядывать там в книге наших там про отцов «Коктейльная культура», во всех этих книженциях все рецепты, они такие прям, ну, ядреные, такие для настоящих труб мужиков. И более того, весь алкоголь, он был меньше очищенный, то есть, в смысле, хуже очищенный, и более крепкий. То есть, если там написано где-то там, типа, 50 рома, вы можете смело добавлять там, типа, 60-70, если вы хотите, чтобы было, ну, типа, true аутентично. А это такое более похоже на такой, типа, тики-коктейль. На самом деле, ну, я повторюсь, пуншей полно, и это считается даже такая, типа, разновидность ромовых пуншей. Ну, и придумали, говорят, на Ямайке все это дело, потому что, во-первых, там много рома, а во-вторых, там были плантаторы. Немножечко льда в бокал, и пусть он пока охлаждается. А мы возьмем шейкерок, тоже положим туда немножечко льда. Вот так, чисто символически. И начнем собирать наш коктейль с, правильно, темного рома. В качестве темного рома сегодня у нас выступает бакарни. 45 миллилитров вполне можно добавить. Дальше нам понадобится по 35 миллилитров соков. Это, собственно, апельсиновые и ананасовые, о которых я вам уже рассказал. 35 раз апельсин и 35-2 ананаса. Эх, раз, да еще раз, да еще 35 раз. Дальше нам понадобится фреш лимончика 20 миллилитров. 20, 20 миллилитров. Это, кстати, примерно половиночка получается. 10 миллилитров гринадина, чисто так для цвета на самом деле. И 10 миллилитров сахарного сиропа. Продукт сахарный сироп изготовлено, время повара-менеджера. Никак я такой фигни не видел. Какие-нибудь пацаны заморачиваются. Сольем то, что у нас растаяло из шейкера. Вот так вот. На всякий случай дабл-стрейн, потому что у нас там лимончик был. Ну и как бы мало ли он там успел... Косточка попала. Успел нагадить, да. И пару дэш-энгастуро. Это апельсиновое, вот обычное. Может, апельсиновое ради интереса? Давай, уговорил. Смотри, отходишь, жестко отходим от рецепта. Ой-ой-ой, сейчас посыпятся в комменты вообще какашки там. Я просто вообще даже не знал о существовании апельсинового ангастуро. Ты знал? Конечно, я знал о существовании апельсинового битера. Апельсинового ангастуро? Нет, не знал. И украсим все это дело апельсином. Все четко, как в аптеке. Что, Евграф, пойдем, вылезай. Хо-хо-хо! Ну-хо-хо! Что? Давай, отведай. Так. Пул сплантатора. Ну, и тики-кактейль. Естественно. Думаешь, просто так сто лет его бухают люди уже. И все делают так. О, боже! Вот это, вот это дрянь. А вот этот вкус, это ангустуро дает? Такой привкус? Или что это? Что я чувствую здесь? Ты чувствуешь все... Ацетоновый букет. Все вместе. Нет, ангастуро, она тут, во-первых, для запаха. Если ты помнишь, мы ее добавили в самом конце. То есть она в шейкере не идет. Мы в шейкере смешиваем все, все кроме нее. Я так полагаю, что ты чувствуешь... Ну, если вот эта терпкость какую-то, да, если ты при нее, то это темный ром. А, это темный бакарди, точно. Да, да, это он. А все остальное, ну... Тики-коктейль, не знаю, мне больше нравятся другие тики-коктейли. Спасибо, я пошел. Да, конечно, давай, счастливо. Вот такой замечательный коктейль пункт-шплантатора мы сегодня с вами, ребятам, приготовили. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютьюбе, в Инстаграме. Везде, где мы есть, где нету, тоже на всякий случай подписывайтесь. Если в Москве, сходите обязательно на КВС-супермаркет Зомби-2, подписчикам Един ТВ-скидочки. Если вам нужен бармен-инвентарь, вступайте в группу Настоящие Бармены. В мою группу в Одессе есть ссылочка, там можно купить весь бармен-инвентарь. Я все сказал, пока. Так, что ты будешь делать с этим? А я... Как мы будем решать эту проблему, Вася? Как ее решать? Это не проблема. Мы будем решать ее так же, как ее решают во всех крутых московских заведениях. Ну, типа, как бы нормально все. Пацаны, нам ничего не жалко для вас. На самом деле мы перед приготовлением коктейля померили вот этот большой стаканчик. В нем 460 миллилитров. Ну, то есть это сильно. Мы могли, конечно, сделать двойную порцию, но мы до сих пор не знаем, возьмут ли с нас деньги за алкоголь в этом заведении. Поэтому на всякий случай делаем по рецепту. Меня звали Василий Захаров. Мне за каждым, как всегда, помогал Евграф. Что ты разжешь постоянно? Что ты опять сказал, да? Я просто добился. Что ты врешь? Ну, ладно, говори, как говоришь, я потом порежу это все. Потом порежу, просто тебя в куски. Ножик печи никто не вешал. Там есть... Ты не нервничай, Вася. И там, тихо, собрался, вступайте в группу. Настоящие бармены. Вот здесь вот ссылка. Там можно купить весь барный инвентарь. Я все сказал.